Видеокарты. Теперь это не что-то на богатом. Пока бедолаги-майнеры не знают, что с ними делать, у нас есть возможность неплохо обновиться. Предложений столько, что разбегаются глаза. Тут и Авито, и Али с Азоном. Да и в рознице сейчас встречаются цены ощутимо ниже рекомендованных. Однако в таком изобилии хватает подводных камней. Сегодня мы разберемся во всем этом графическом болоте, где и что ни в коем случае нельзя покупать, в том числе и БУ, какие решения современных линеек AMD и Nvidia оказались неудачными. В общем, на связи МК, сегодня поговорим про выбор видеокарты. Многие бренды ушли с российского рынка, но это не значит, что их нельзя купить. Если вам нужна качественная техника из США и Европы по хорошей цене, есть сервис Sdek Recommerce. Они отбирают, проверяют и тестируют восстановленную технику из США и Европы и привозят в Россию. Выбирая рекоммерс-маркет, вы экономите до 70% от цены аналогов у нас. Пока что на сайте есть только техника Apple. Айфоны, часы, айпады и макбуки. Позже появится техника Huawei и Xiaomi. Каждое устройство относится к одной из трех категорий, в зависимости от состояния. Новое, отличное или хорошее. Оплатить товары можно картами российских банков. Оплата в рублях, доставка в любую точку России за 21 день и она уже входит в цену. Например, MacBook Pro 2019 года на i9 процессоре можно купить за 51 тысячу рублей. В описании ссылка на сайт Sdek Recommerce. После просмотра переходите и сравнивайте цены. Начнем с видеокарт, про которые вы вообще должны забыть. Это Nvidia GTX 900 и Radeon 300 серии, и соответственно старей. Да, они все еще достаточно массово продаются на Али и БУ площадках, но у них целый ворох возможных проблем. Во-первых, им по 6-7 лет минимум. Во-вторых, они зацепили обе волны майнинга. Ну и в-третьих, если поддержка драйверами и есть, то минимальная. И с тем же и DirectX 12 уже могут быть проблемы в современных играх. Короче говоря, это уже винтаж с возможностью отвала, брать только в музей. Идем далее. Популярные и любимые многими GTX 10 и Radeon RX 400 и 500 серии. С одной стороны, они все еще способны без проблем комфортно тянуть игры даже в 2К, если мы говорим про ту же GTX 1080 Ti, у них нет проблем с драйверами, но им не повезло со временем релиза и большим объемом памяти. Идеальные адаптеры для майнинга. А если памяти не хватало, ее часто допаивали. Да-да, RX 470 на 4 ГБ таким образом можно превратить в урезанную RX 580 на 8 ГБ. Китайцы им не дадут соврать. Да, те карты, которые якобы продаются новыми от китайских брендов на Али, на самом деле являются распаянными бэушными GPU и памятью на новом текстолите с максимально дешевой элементной базой и системами охлаждения. Такое производство, мягко сказать, далеко по качеству от фабричного. Нередки случаи, когда такие франкенштейны умирали буквально за пару недель тестов. Конечно, можно попытаться вернуть деньги через спор на Али, но это уже лотерея. Что касается бэушных брендовых карт, то здесь ситуация не особо лучше. Да, шанс быстрого отвала ниже, но все еще эти решения пятилетней давности, на которых могли годик-другой копать и ремонтировать. Конечно, это можно проверить, от блеска шариков припоя под чипами и цвета термопрокладок до наличия компаунда и совпадения датакодов на памяти. Сложно, а ведь это меньше 10% от того, что нужно узнать. Карта не вылетает в фурмарк, это не отменяет возможные проблемы по памяти, которые этот тест нагружает слабо. Есть гарантийная пломба, они продаются за копейки на Али и под любой вендор. Но даже если после разбора карты и множества тестов все окей, нужно понимать, что это уже старые отработавшие свое GPU, которые даже будучи в идеальном состоянии могут перестать работать за полгода-год. Так что с паскалями, рыксами и вегами пора прощаться. Да, если у вас есть такие карты и вы довольны их производительностью, при должном обслуживании они еще могут послужить. Но брать кота в мешке даже за минимальный прайс я рекомендовать не могу. Хорошо, с дешевыми народными картами из середины прошлого десятилетия все понятно. На очереди мобильные франкенштейны с Али. Идея тут проста. Многим небольшим китайским мануфактурам получается без проблем достать ноутбучные графические чипы. Новыми или нет, история умалчивает, но в любом случае это свежие решения RTX 3000 или RX 6000. То есть и поддержка трассировки есть, и майнинг скорее всего их слабо коснулся. Да и с драйверами в ближайшие лет 5 проблем не будет. Но самое главное ценник. Мобильную RX 6600 можно найти тысяч за 12-13, что почти вдвое дешевле десктопной версии. С учетом того, что разница в производительности между ними минимальна, отличный вариант для покупки. Но это не так. И проблема тут такая же, как с китайскими RX-ами. Плавающее качество. Такие карты клепают на небольших производствах из самых дешевых комплектующих без должного контроля. Как итог, снова лотерея. Если карту паял скилловый ляо, она прослужит вам долго. Но если нет, проблемы могут начаться через пару недель. И с возвратом денег опять же будут сложности. Более того, у мобильных RTX 3000 еще есть проблемы с драйверами. Обычные не встанут, нужные модифицированные. Получится ли их создать спустя полгода-год и будет ли вообще кто-то этим заниматься? Большой вопрос. Место таким мобильным франкенштейнам кунцкамера. А мы поговорим про решения Nvidia и AMD, которые вышли вмежду бумьем. Это линейки GTX 16, RTX 20 и RX 5000. Вот тут ситуация уже интересная. С одной стороны, та же GTX 1650 или 1660 до сих пор продаются новыми, а на полках еще лежат обновленные RTX 2060 на 12 гигабайт. Это вполне актуальные карты. Если вы найдете такие по хорошей цене в магазине, отличный вариант. Но бэушные майнинговые GTX 1660 или RTX 2060 на Али стоят достаточно дешево, нередко около 8-9 тысяч рублей. У вас может появиться соблазн сэкономить. А китайцы отлично понимают, что отправляют карту в другую страну, поэтому нередко продают чуть ли не купленный на вес хлам, предварительно отмыв его из керхера. Покупая такие карты, нужно осознавать все возможные риски. Вам может прийти карта из Рига или, опять же, после ремонта. И спорить с продавцом придется долго и сложно. С местными картами, опять же, нужно помнить, что наличие чека из ДНС и пломб не означает, что ее уже не пытались сдать в официальный сервис, где был получен отказ, после чего карта была кое-как воскрешена в ближайшем подвале. Пришло время говорить про актуальные решения RTX 3000 и RX 6000. Для начала разберемся с БУ. Новые карты в России значительно подешевели, и получается нет смысла брать на Али за 20 тысяч сомнительную БУшную RTX 3060, когда новую в России можно найти за 27 с полноценной гарантией. А если цена на карту на БУ рынке неадекватно низкая, уже рождается подозрение, что с ней что-то не так. Так что в текущих реалиях смысла в БУшных картах AMD и Nvidia последних поколений нет. Особенно, если вспомнить про майнинг и про то, что LHR-ограничители почти не сработали. То есть та же RTX 3060 легко могла откопать полтора года в полную силу. Казалось бы, выбор очевиден. Берем дешевую новую карту с гарантией и радуемся жизни. Но не все так просто. Китайские псевдобренды, такие как Пиладен, Джишио и Милсе и прочие сложные названия берут БУшные видеочипы и разносортную память и распаивают на новом текстолите. Внешне выглядит как заводская карта, но на деле проблем множество. Начиная от криво настроенной кривой вентилятора и заканчивая нестабильной работой на родных частотах. Разумеется, гарантия на такие карты идет до порога. И если через пару месяцев китайская RTX 3080 за 40 тысяч с горнодобывающей машины прикажет долго жить, деньги вернуть будет крайне накладно. Ну и разумеется, стоит помнить, что в случае с брендовыми карточками китайцы могут их отмыть, запаковать в родные коробки и отправить вам. Разборки в таком случае Сазон или Али могут затянуться. Короче говоря, сейчас карты стоит брать или в крупных магазинах электроники, или у проверенных перекупов с Эмиратов или Китая со множеством отзывов и гарантиями. Первый вариант, разумеется, предпочтительнее, хотя и дороже. Можно ли брать какие-то карты на Али или Азон? Да, те решения, с которыми продавцам нет смысла мухлевать. Например, это RX 6500 XT, RTX 3050 или RX 6600. Вышли они под конец бума майнинга и копали из рук вон плохо. Поэтому в их случае шанс получить карточку из Китая действительно новый очень велик. Думаю, многие для себя уже решили, что не стоит играть в эту лотерею с б.у. китайцами и лучше купить новую карточку в местном магазине. Но какую брать? В любой большой линейке, что у Nvidia, что у AMD хватает не самых удачных карт. О них сейчас и поговорим. Начнем с решений зеленых. Увы, самая простая видеокарта в линейке Ампер RTX 3050 так и не смогла повторить подвиг легендарной GTX 1050 Ti. А вся проблема в том, что AMD тут оказалась лучше, выпустив RX 6600. Посудите сами, в играх без трассировки лучей красное решение временами на 20% быстрее, за те же деньги. Да, с трассировкой RTX 3050 выглядит интересней, но едва ли кто-то реально будет ее включать на такой карте, так как это приводит к катастрофической потери производительности, которой тут и так немного. Так что в сегменте 20 тысяч про RTX он говорить еще рано. Аналогично забываем про RTX 3060 с 8 гигабайтами памяти, которую Nvidia выпустила без лишнего шума меньше месяца назад. Казалось бы, все выглядит логично. 12 гигабайт памяти такой карте никогда не понадобится, поэтому взять вариант с 8 гигабайтами и сэкономить здравая идея. Проблема лишь в том, что такое урезание по памяти привело и к 50% падению ширины ее шины. Как итог, в играх от полноценной версии отставание достигает 15-20%. С учетом того, что разница в цене между версиями обычно несколько тысяч рублей, про урезанный вариант точно стоит забыть. Следующим не самым удачным вариантом для покупки стала RTX 3060 Ti. И нет, с характеристиками на этот раз все отлично. Такое решение на 15-20% быстрее версии без Ti и настолько же медленнее RTX 3070, при этом цена ближе все-таки к 3060. Казалось бы, идеальная карта выше среднего, если бы не память от Hynix. Дело в том, что это единственная карта всей линейки Ампер, где используемые чипы памяти со временем отходят в мир иной. У майнеров это может случиться за несколько месяцев, у геймеров дольше, но итог все равно один. 3060 Ti на памяти Hynix рано или поздно перестанет нормально работать. Конечно, есть варианты с памятью Samsung, у которых таких проблем нет, но, увы, как-то по коробке определить тип памяти не получится. При этом, в случае отвала памяти сервисы обычно признают гарантийными, но если вам не хочется думать о том, что в вашем ПК стоит медленно умирающий GPU, от покупки RTX 3060 Ti стоит отказаться. Ну и последняя, не самая удачная карта у Nvidia на данный момент, это RTX 3070 Ti. Зачем ее было выпускать, вопрос открытый, она быстрее обычной 3070 всего на 5-7%, при этом использует кипятильную память GDDR6X от более старших версий. Но если в топах ее охлаждение продумывают, то вот в 3070 Ti, увы. Как итог, в данном случае можно смело брать RTX 3070. Разницу в производительности ощутить не получится, зато карта будет и дешевле, и холодней. На красной стороне никак нельзя не вспомнить про RX 6500 XT и ее младшего брата RX 6400. Эти карты, особенно старшую, сложно назвать плохими, с учетом того, что при желании на иностранных площадках ее можно найти за 12-13 тысяч. И это уже уровень GTX 1650 Super. Проблема лишь в том, что так карты будут работать только при подключении через PCI-Express 4.0, но вариант бюджетный и обычно используется в более простых системах с PCI-Express 3.0. А скорости четырех линий такой шины 6500 XT не хватает, особенно если выйти за лимит в 4 гигабайта видеопамяти, что сделать в современных играх очень легко. Получается, с одной стороны карта интересная, с другой, те, кто собирают новые ПК на PCI-Express 4, скорее всего, предпочтут взять карту побыстрее. Также нет большого смысла в обновленных картах с 50 индексами, то есть 6 650 XT, 6 750 и 6 950 XT. Причина проста. По сути, это банальный заводской разгон чипа и памяти, что в лучшем случае дает 5-7% производительности. Такого же и даже лучшего результата часто можно добиться путем ручного разгона, так что переплачивать за такие карты точно не стоит. Что в итоге? Покупать сейчас видеокарты предыдущих поколений — это игра с шулерами, то есть с майнерами. Разумеется, на Авито продают карточки честные геймеры, только вот их предложения тонут в тысячах объявлений от криптоинвесторов. К тому же далеко не все продавцы дадут досконально проверить свои карты, а заказ из Китая — минное поле для клуба любителей пощекотать себе нервы. Я уже не говорю про франкенштейны, собранные из мобильных или БУ чипов, поэтому ближайший год, пока не схлынет волна майнинговых карт, на рынок БУ лучше вообще не заглядывать. Так что выбирайте карты с умом и да пребудет с вами высокий фпс без отвалов. А поможет вам в этом наша табличка с рейтингом видеокарт, которую мы составили и опубликовали в нашем телеграм-канале. Переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на нашу телегу и читайте самые интересные IT-новости. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.